Здравствуйте, уважаемые участники Петербургского международного образовательного форума. Меня зовут Воробьева Надежда Вадимовна. Я учитель английского языка гимназия номер 278 имени Бориса Борисовича Голицына. Хотела бы представить вашему вниманию свое выступление на тему развития коммуникативной компетенции в условиях дистанционного смешанного обучения. Надеюсь, вы найдете для себя что-нибудь интересное и информативное. В своем выступлении я обращаюсь к понятиям компетенции и компетентности. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, компетенция рассматривается как совокупное знание, умение и навыков решать поставленные задачи, в то время как компетентность вступает как результат освоения компетенции. Наличие субъекта знаний, опыта и навыков нужно для эффективной деятельности в заданной приметной области. Одной из ключевых компетенций является коммуникативная компетенция, которая предполагает овладение всеми видами речевой деятельности, то есть говорением, аудированием, чтением и письмом. Овладение культурой, устной и письменной речью, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения для осуществления эффективной коммуникации. Существует много подходов к определению структуры коммуникативной компетенции, но большинство ученых сходятся в выделении трех основных компонентов. Эффективное формирование коммуникативной компетенции предполагает речевое взаимодействие и погружение в иноязычный дискурс. Однако в условиях социальной изоляции это не представляется возможным. Возникает противоречие. С одной стороны, мы имеем необходимое живое взаимодействие для развития коммуникативной компетенции. С другой стороны, это недоступно из-за условий социальной изоляции. Однако данную проблему позволяют решить средства дистанционного обучения. Для успешного дистанционного обучения необходимо удерживать следующих принципов. В первую очередь, оно должно быть интерактивным. То есть учащийся по мере изучения материала должен получать обратную связь от учителя и корректировать свой образовательный маршрут. Выгодным отличием от массового очного обучения является учет стартовых знаний и индивидуализация дистанционного обучения. В данном случае можно подобрать задания и организовать образовательную траекторию для учащихся с учетом их слабых и сильных сторон. Важным моментом является придерживание принципов здоровья и сбережения и педагогической целесообразности использования электронных образовательных ресурсов. Сами по себе дистанционные технологии могут служить средством повышения мотивации обучающихся. Однако нельзя ими злоупотреблять. Необходимо придерживаться санитарных норм. И безусловно, это гибкость и открытость процесса дистанционного обучения. Принцип открытости и гибкости предполагает, что семье понятно, в каких условиях будет проходить дистанционное обучение. Таким образом, только при взаимодействии семьи со школой можно успешно реализовать данную траекторию. В сфере педагогической практики во время дистанционного обучения мы использовали следующие средства организации учебного процесса. В первую очередь мы проводили онлайн-уроки с использованием платформ Zoom, Skype, Google Hangouts. Они максимально имитируют ситуацию общения на реальном уроке, учащиеся видят своих одноклассников и учителя. Большим плюсом наступает возможность переписываться в чате и комментировать чужие ответы, а также большой набор функций администрирования для педагогов. Немаловажно то, что можно записывать уроки для того, чтобы учащиеся по какой-то причине пропустившие прямой эфир присоединялись позже и не отставали от программы. Другой формой организации учебного процесса выступают проектные технологии. Многие из них можно реализовать посредством бесплатного пакета Google Classroom. Учащиеся могут самостоятельно создавать там презентации, брошюры, проекты, карты, виртуальные доски. Здесь вы видите два примера проектов, которые мы проводили с учащимися начальной и средней школы. С учащимися третьего класса мы создали презентацию Traveling Memories Photo Album, альбом с воспоминаниями о путешествиях. Учащиеся загружали в презентацию свои фотографии и небольшие комментарии о своем отдыхе. При этом у учеников сохранялась возможность комментировать чужие ответы и оставлять обратную связь. Таким образом, мы имитировали ситуацию реального общения. Также данный материал был эмоционально окрашен. Учащиеся с радостью рассказывали про свой личный опыт, поэтому мотивация к обучению существенно повысилась. Другой пример представляет план собственного торгового центра ученицы пятого класса. Каждый из учеников на электронную почту получил подобную распечатку, выполнил их в электронном или бумажном виде и отсканировал, и загрузил свою папку на Google Classroom. Позже обучающиеся сравнивали, комментировали, вставляли обратную связь своим одноклассникам, выбирали лучший проект, выбирали наиболее реалистичный. И в конце была проведена ролевая игра. Часть учащихся организовали команду инвесторов, часть учащихся были бизнесменами, которые пытались продать свой план. Таким образом, реализуются все компоненты коммуникативной компетенции. Особой популярностью пользовались такие формы организации учебного процесса, как веб-квесты. С помощью бесплатных платформ Google Arts and Culture и Google Maps мы создавали онлайн-экскурсии и онлайн-викторины с обучающимися. Ну а построение маршрута по карте также предполагает живое взаимодействие. Плюс важно понимать, что здесь реализуются и метапредметные связи учащихся. Они отправляются в палеонтологические музеи, национальные галереи и путешествуют по далеким уголкам земли. Помимо этого, существуют собственные игровые платформы для организации викторин, например, Kahoot и Quizzes. Важным моментом организации учебного процесса в периоде дистанционного обучения стало использованием мессенджеров и приложений для переписки. По моей инициативе с согласием родителей был организован чат в WhatsApp. И в дальнейшем учащиеся сами проявляли инициативу для общения. Зачастую в рамках урочных занятий нет возможности обсудить что-то лично важное для учащихся, их любимые песни, домашних животных, семью. Здесь мы обсуждали то, что окружает нас каждый день. Вы можете посмотреть на слайды по этическим причинам. Мы замазали некоторые из них. Отдельно необходимо сказать про организацию учебного процесса в 11 классе, где необходимо готовить учащихся к государственной итоговой аттестации. Для того, чтобы тренировать навыки сочинения рассуждения, мы создавали доски на следующих порталах. Здесь вы видите пример онлайн-доски на Padlet, а тут наш пример с Trello. Учащимся были вставлены проблемные задания, где необходимо было составить сочинение рассуждения по плану. Это важный момент подготовки является то, что они сами выступали и собственными критиками, и собственными цензорами. Также часть досок была приватными, то есть некоторые из этих заданий были для всего групп в 11 классе, а некоторые были только для тех, кто сдает. Помимо этого, опять же, функционал Google класса также является полезным, так как там можно и записывать ответы, и в режиме прямого эфира редактировать некоторые документы, что также способствует формированию коммуникативной компетенции. Таким образом, мы можем сказать, что формирование коммуникативной компетенции возможно в условиях дистанционного и смешанного обучения. И наиболее важным фактом здесь является сотрудничество семьи и школы. В настоящее время есть множество ресурсов, которые мы можем использовать для организации и оптимизации дистанционного обучения. Пожалуй, это будет отдельной темой для выступления. Если вас интересует данная информация, вы можете обратиться ко мне за советом или списком подобных ресурсов. Спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего. С уважением, Надежда Владимировна.